Крытый футбольный манеж на Уралмаши обещают сдать уже 1 декабря. Уральские спортсмены смогут тренироваться круглогодично. Но главное, стадион обещают сделать настоящей футбольной академией. Слово Диане Хромцовой. Пока позволяет уральская погода, юные футболисты оттачивают мастерство. Тренировки на поле ежедневно по три часа. Как только похолодают, все переберутся в зал. И большой спорт станет мини-футболом. Все равно отвыкаешь от большого футбола. Тут и ворота больше, и поле. А там маленькое поле, маленькие ворота. Зал все равно неудобно. Менять спортивные привычки футболистам больше не придется. 1 декабря обещают открыть новый манеж. Поле с искусственным газоном для большого футбола, трибуна на 3000 мест, оборудование для прямых трансляций. Все, чтобы поднять уральский футбол на новый уровень. У нас есть команда, которая должна выходить в премьер-лигу. Но это говорит о том, что, конечно, должна быть возможность у этих спортсменов тренироваться круглогодично. Стоимость строительства этого крытого футбольного стадиона на Уралмаше почти миллиард рублей. Все траты разделены между областным и федеральным бюджетами. Сейчас строителям приходится корректировать свои планы под новые требования. Со следующего года все спортивные сооружения должны быть обеспечены системой мониторинга. Проще говоря, все, что происходит в здании, можно будет увидеть на мониторе компьютера. Это требования, которые необходимы, чтобы были сейчас в каждом спортивном объекте. Если спортивные сооружения, претендующие на проведение соревнований международного масштаба или российских соревнований, эти вещи отсутствуют, там просто они не будут проводиться. Новый манеж станет базой для соревнований и площадкой для целой футбольной академии Урал. Этот манеж должен дать толчок в развитии местного футбола. Здесь будет основная тренировочная база спортивной академии Урал. Планируется, что на площадке соберут не менее 10 перспективных футбольных команд. Воспитывать чемпионов планируют начать с самого раннего возраста. Для удобства юных спортсменов здесь же будет открыт интернат для футбольных звездочек со всей области. С таким подходом к подготовке игроков чиновники админспорта рассчитывают на скорый выход Урала в Премьер-лигу. Диана Хранцева, Александр Гамзяк, События ОТВ.